Приветствую вас и на вопрос, который вы задаете, я хотел бы вам ответить так. Наверное, соглашусь я с коллегой, которая вот вам говорит, что у подростков много эмоций. И это действительно может быть так, но не всегда и не совсем это означает вот только то, что подростков много эмоций. Иногда бывает так, что данное поведение характеризует наличие у ребенка, еще пока ребенка, аутоагрессии. Это такое состояние, когда у ребенка есть ярко выраженный внутренний конфликт, но он его не может разрешить. Этот самый конфликт. И из-за того, что есть этот конфликт, ребенок по сути дела мучается, по сути дела, как-то пытается его разрешить доступным себе способом, конечно. Но у него это по понятным причинам не получается, потому что своих средств ребенок не имеет для того, чтобы разрешить внутренний конфликт. А вам или вообще своим родителям по какой-то причине не рассказывать, что с ним происходит. И вот это, пожалуй, самое скверное в этой ситуации, что ваш ребенок, по сути дела, не говорит вам о том, что происходит. Значит, насколько это скверно? Ну, я вам могу здесь сказать так. Значит, что, смотрите, если мы говорим о серьезности, да, того, что имеет место быть, если мы говорим о серьезности, то серьезность этого такая, что ребенок не выражает свои эмоции. И для, ну, вообще, для человека это очень плохо, когда ребенок не может, ну, когда человек, любой человек, да, не может выразить свои эмоции. И, соответственно, нужно, чтобы вы как-то своему ребенку помогли это сделать, иначе будут у него проблемы. И, к сожалению, довольно могут быть эти проблемы существенными, если вот с ними ничего не делать. Вот, ну, а как следствие могут быть невроты. То есть, вот невроз здесь, это, невроз здесь, это самая, на мой взгляд, такая вот, знаете, ну, явная, явная последствия невроз. То есть, вытеснение своих желаний, вытеснение своих каких-то переживаний, да, своих эмоций, и, соответственно, их подавление, и, как следствие этого, сублимационное поведение, неудовлетворенность, и, соответственно, злость, агрессия и прочее, 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 прочее. Вот. Ну, то есть, достаточно это серьезно. И, в первую очередь, это говорит об отсутствии доверия, значит, именно у вас, ну, между вами, между вами и ребенком. Это говорит, в первую очередь, об отсутствии доверия. Во вторую очередь, это говорит о том, что ребенок не очень, недостаточно ценит себя, недостаточно любит себя, недостаточно уважает себя, потому что считает для себя непозволительным, да, выражать свои эмоции, свои переживания, что, безусловно, очень плохо, плохо, безусловно, очень плохо, на мой взгляд. И, ну, по сути дела, ни к чему, короче, в дальнейшей жизни, во взрослой жизни это не приведет. То есть, вам нужно, либо вот, вы, либо вы разговариваете с ним, да, и пытаетесь как-то, ну, найти причину, по которой ребенок вот так себя делает. Либо, либо ситуация может быть, просто, брат, напросто, ну, ухудшаться, да, ситуация может становиться более тяжелой именно для ребенка. Вот, ну, конечно, может быть так, что ребенок сам и справится со своими проблемами, но тогда, соответственно, цена за это для него будет достаточно большая. Решать вам, а на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.